У кого-то хватило ума поставить вот это чучело, реально чучело, иначе его не назовёшь, позорить. Ну, впрочем, слушайте, какая страна такой и памятник, правильно? А, вы так считаете, да, по памяти? Да, конечно, конечно. Блин, я не помню где, есть такой же памятник Ломоносова. Масса у всего остата. Ну, бывает, а почему страна вам-то не нравится? Что вам случилось? Ну, вы знаете, мне в стране, чего больше всего не нравится, в России, больше всего, как и любому другому цивилизованному человеку, это то, что ваша страна завоёвывает чужие территории, понимаете? Вот это самое страшное. Да, вы знаете, но эта ситуация, нам кажется, произошла, это неизбежно просто было. Ну, как неизбежно можно завоёвывать чужие территории, захватывать их и присваивать себе. Никакие обстоятельства не могут сделать это неизбежно, понимаете? А какой другой выход из ситуации вы видите? Из какой ситуации? Из того всего, что произошло на Украине. Какой выход? Не совать нос в соседнюю страну. И там бы не было бы такого количества... Ваших не было бы 380 тысяч уже погибших военных. И так далее, и так далее, понимаете? Вы считаете, что это... А оно стоит вот этих же? Я не считаю, что никакая война не стоит человеческой жизни. Это моё мнение. Значит, вы осуждаете действия вашей страны? Нет, я не осуждаю. Я патриот. Я отношусь к этому как неизбежно. Как это вы не... Тогда, значит, стоит, если вы не осуждаете это? Значит, тогда получается, что эти жизни стоят чего-то, правда? Напомните, как вас зовут, пожалуйста. Владимир меня зовут. Владимир, Владимир. И вы знаете, любая война – это плохо. В любом случае гибнут и русские, и украинские люди. Я... Мне 37 лет. И я бы мог за эти 37 лет... У меня, да, если была возможность, если бы я хотел, я мог бы подняться в какую-то политическую верхушку и руководить всем парадом, и что-то менять в свою сторону, как я... Президентом могли бы стать? Не знаю. Я бы, наверное, не столько эрудировал, чтобы стать президентом, и у меня... Вы думаете, Путин такой эрудированный, реально? Я думаю, что Путин не бегает с протянутой рукой. Вот что я думаю о Путине. Как это не бегает? А кто бегает в Иран и в Северную Корею, кланяется и просит снаряды и патроны? Как это не бегает? Конечно, бегает. Так он... Подождите, он не просит, во-первых, а покупает... А что, требует, что ли? Потому что иранские дроны дешевле в производстве, дешевле покупать, чем производители в России. Нет, нет. Он их уже не покупает, кстати. А может быть, и покупает одновременно. Он вначале покупал, а потом наладил свое производство. Он посмотрел, как это делается. Поэтому он... Да, поэтому не говорите, что они дешевле. Нет, России они обходятся дешевле, когда их производят. В этом плохого то, что вы противоречите, вы сами себе противоречите. Я вас только что поймал на лжи. Вот что в этом плохого. Ага. А на какой лжи вы меня поймали? Вы сказали, что дешевле покупать, чем производить. А я вам только что сказал, что они практически перестали покупать и начали произвести свою так называемую герань сами. Ну, подождите, тут не было никакой лжи. Вы очень утрируетесь. Как это не было? А что это было? Ну, потому что вы без почвы на меня сейчас обвинили лжи. Вы взрослый человек. Давайте будем более тактичны. Когда Россия покупала дроны в Иране, их было дешевле покупать, чем производить на российском. А сейчас? В данный момент я не знаю. Я не говорю. А, вы не знаете. Вот, понятно. Понятно. То есть, вы забрали, но вы не знаете точно, да? Как это так получилось? Я понимаю. Вы меня пытаетесь беспочвенно поймать на лжи. Это очень некрасиво. Я с вами культурно общаюсь. Я вас не обвинял, не ставил под сомнение вашу личность. Я вашу личность тоже не ставлю под сомнение. Ну, подождите. Вы меня обозвали лжецом. Естественно, потому что у вас противоречие было в двух предложениях. Два противоречивых утверждения. Какое противоречие? Я не могу совсем... Я же только что вам уже привел. Вы что, третий раз вам сказать? Или четвертый? Сколько раз нам надо, чтобы до вас дошло? Нет, тогда... Ох ты. Какой же вы цепкий. А вы кем работали? Вот для меня, чтобы дошло. Расскажите. Когда работал? Ну, большую часть своего времени проводили, когда были моложе. Я и сейчас тем же занимаюсь. А чем вы занимаетесь? Я в финансовой сфере работаю. В финансовой сфере? Вы брокер на рынке? Да, я брокер, да. Только я кредитный брокер. Кредитный брокер? Слушайте, а у вас ипотека на Украине сейчас дается? Я не в Украине, я в Калифорнии живу. А, о, слушайте, у вас вообще все серьезно. Ничего себе. А давно вы в Америке живете? 25 лет. 25 лет. Вы любите эту страну? А она хорошая? Конечно. Ваши для жизни? Конечно. Естественно. Это лучшая страна для жизни, если человек хочет реализовать свои возможности, амбиции и так далее. Понятно. Слушайте, а как у вас? Можно вас спросить вопрос? Ведь не потери, но действительно интересно. Я не подкалываю, не стебусь, не цепляюсь. Просто интересно. Как обстоят дела с наркотиками в Америке, реально? Ну, что называть наркотиком? Если называть марихуану наркотиком, то она у нас легализована в большинстве штатов. Пожалуйста, в любых видах идите, покупайте. Нет, 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 нет. Я имею в виду опятную группу, типа фентанила. Понятия не имею. Вы знаете, никогда не употреблял, и вам не советую тоже. Ну, по-моему, город, как он называется? Вы знаете, насчет тяжелых наркотиков, многие россияне не знают простую вещь, но по количеству героиновых наркоманов Россия занимает первое место в мире. По количеству героиновых наркоманов. Вы не очень эрудированы, у нас сейчас проблемы... Прямо сейчас откройте Google и посмотрите. Я вам сейчас кое-что скажу. Прямо сейчас откройте в поисковике страна, занимающая первое место в мире по героиновым наркоманам, и вы увидите. Почему вы меня перебиваете? Все, да? Сейчас проблема... Закончилась ваша. Давайте. Нет, вы просто пустолайковый перебиваете. Нет, нет. Я вам сказал насчет наркотиков, вы спросили, я вам привел факт, который легко доказуется, понимаете? Я вам привел факт, который действительно факт. У нас проблема в России с миссидроном. У нас очень много молодежи сидит на миссидроне. Одно другого не исключает. Ну, одно другого не исключает. Но вы сказали, что героин у нас лидирует. Я не сказал, что у вас лидирует героин, я сказал, что ваша страна лидирует по количеству героиновых наркоманов. Вы сейчас перевираете мои... Пытаете, точнее, перебрать мои слова. Подождите, Юрий, 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 я не пытаюсь переврать, просто я хочу узнать, откуда у вас такая статья. Прямо сейчас открывайте. Прямо сейчас открывайте. Гугл при мне. Откройте мне, пожалуйста, покажите вам. Я открывал, да. Я открывал. Откройте, покажите вам. Я открывал, и там это написано. Вы сейчас откройте, чтобы вы убедились. Да, мне что убеждаться. Как что убеждаться? У вас же есть второй телефон. Вам же не лень было найти вот это чучело, блин, символ вашей, блин, сегодняшней пастырской власти военной. Ох, Юрий. Найдите, найдите... Вы помогаете? Найдите, найдите, найдите про героиновых наркоманов. Чего вы стесняетесь? Да я ничего не стесняюсь совсем. А почему же вы тут хотели найти, и пошли быстренько нашли? А сейчас вы не хотите найти. Это почему? Ну, найду. Ну, давайте. Найду, чтобы вам стало легче. Давайте, давайте. Поржем еще раз над вами. Да, еще разочек, давайте. Ну, вы не ржете, вы выдавливаете. Смех это не возражает. Хорошо, я еще раз повыдавливаю смех над вами. Давайте. Я же не возражаю. Давайте повыдавливаю. Хорошо. Я же с вами не спорю. Просто напишите. Первая. Статистика героиновых наркоманов в мире. Не статистика. А страна, занимающая первое место в мире по героинам-наркоманам. Дайте запрос. И вы увидите, что это рапка ваша, блин. Страна, занимающая первое место по героинам-наркоманам. Вот. Совершенно верно. Так. Класс по источнику, Томский областной онкологический диспансер. Практически 80% наркозависимых в возрасте от 18 до 34 лет. Россия занимает первое место в мире по потреблению героиня. Ну, я с вами согласен. Класс. Бывает, правда. Бывает, конечно. Не спустя наркоманов. Ну ладно, вы знаете, я вам хочу... Вы загнобили Россию или что? Я вам хочу отдать честь. Потому что, по крайней мере, вы честно посмотрели, честно это озвучили. Да, за это вам спасибо. Нет, я реально смотрю на вести, почему я должен что-то кого-то переугадать. Что? Почему вы так цепите фактами? Десантлив? Какое вам вообще дело до этого? Какое у меня дело? Я уроженец России. Я служил в десантных войсках сам. Вы в России жили? Конечно. У вас украинский флайд. Я думал... Нет, я поставил через VPN. Я к Украине отношений не имею никакого. Я никогда не был гражданином Украины. Понятно. И сейчас у вас так не нравится Россия, потому что все тут печально, правильно? Не потому что все там печально, а потому что Россия, в первую очередь, потому что Россия совершает фашистские захватнические действия по отношению к Украине, в частности. Вот это мне не нравится. Ну подождите, но украинцы же сами звали в гости. Зачем с этого? Кто кого звал в гости? С оружием в руках? Ну смотрите, смотрите, до Крыма, когда был Майдан, прыгали же, звали Воскаляку, Магеляку. Было. Это же не называется, что звали в гости, правда? Это называется, звали в гости. Нет, вы сейчас придумываете и несете ересь. Вы думаете, что я... Смотрите, хорошо, из-за того, что в Киеве кто-то прыгал и кричал Маскаляку на Геляку, из-за этого вы сейчас убиваете десятки тысяч украинцев. Я правильно вас понял? Смотрите. Нет, подождите, ответьте мне на вопрос, я вас правильно понял или нет? Ну там много факторов было. Я вас правильно понял или неправильно? Нет, вы меня неправильно... Тогда какого фига вы приводите в качестве доказательства, если это неправильное изречение, ни о чем не говорящие? Зачем вы его привели тогда? Почему вы подводите это неправильное, неправильное изречение, это один из фактов настроения... А, ну перечислите, перечислите еще тогда, давайте. Первое, прыгали и кричали Маскаляку на Геляку. Я понял, из-за чего вы напали, убиваете людей. Дальше. Давайте второй, третий фактор. Перечислите. Ну смотрите, по поводу геноцида русского населения, что ввели в Украине все учебники на украинском языке. Когда? 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 Когда их ввели? Ну просто зайдите, у вас есть второй гаджет? Когда их ввели? У вас есть второй гаджет? То есть вы не знаете, да, когда их ввели? Да что вы вопросами меня... Мне для того, чтобы это увидеть, мне не надо, я это все видел, я это знаю, когда и что было. А вот вы вообще не знаете. Вы хотите, чтобы я вас третий раз сейчас ткнул носом, чтобы вы посмотрели в своем гаджете, чтобы уже третий раз над вами поржать? Никуда вы меня не ткнули, вы просто перекликило. Как это я не ткнул? Первое место по героинам-наркоманам я вас ткнул. Памятник вот этот, в который вы сомневались, я вас ткнул, что это российский. Сколько раз еще вас надо тыкать носом в свое же дерьмо, чтобы вы наконец-то поняли, что вы в дерьме. Слушай, вот ты реально сидишь в Америке, вот сейчас там вопрос. Тебя это ебет вообще? Тихо, ну, о, на мат перешел. Был вроде бы культурный человек. Все, перешел на мат. Я же ответил на ваш вопрос. Я же вам ответил. Я же вам ответил на ваш вопрос. Хорошо, можно ответить? Слушайте, может вам... Можно ответить? Вы задали вопрос. Можно ответить на него? Каким меня боком это волнует. Вы хотите услышать ответ? Или хотите побалаболить просто? Не спрашивайте у меня разрешения. Говорите. Так я пытаюсь говорить, а вы одновременно говорите. Не даете мне ответить. Говорите. Вы можете, пока я отвечаю, не открывать рот, не перебивать? Можете? Умеете так разговаривать? Нет? Умеете вести диалог или нет? Не умеете? У нас дискуссия? Да, у нас дискуссия. Говорят по очереди культурные люди. Почему? Почему тогда? Вы мне задали вопрос. Я хочу ответить на него. Можно? Можно ответить? Давай. Да вы уже можете... Вы не будете меня перебивать, пока я буду отвечать? Я вам разрешаю. Отвечайте. Вы не будете меня перебивать, пока я буду отвечать? Блядь, да ты уже можешь сто раз сказать, дядь. Ну что ты в самом деле? Вы не будете меня перебивать, когда я буду отвечать? Ответьте на вопрос. Я тоже ответил. Вот, отвечаю. Отвечаю. Меня это волнует, потому что, еще раз повторяю, для особо тупых. Я сам родом из России. Я сам, вот по поводу этого памяти, служил вот в этих войсках. Я сам живу в цивилизованной стране, которой не все равно, что ваша фашистская страна сегодня убивает людей соседней страны. Я внятно ответил? Или что-то тебе непонятно, Орк? Орк, блядь. Слушай, ну там масса фактов, что так произошло. Это не произошло. Так давай, перечисляй. Давай. Что ж ты не можешь перечислить? Ты сказал москаляка на гляку и все. И обделывался. Это все факты, которые ты сумел привести? Давай, переводи дальше. Приводи дальше, приводи дальше. Украинцы, блядь, а ты будешь меня слушать? Приводи дальше факты. Ты сказал масса фактов. Приводи их. Так что ты перек... Подожди, ну когда еще войска не вошли российские на Украину, да, получается, украинцы сами говорили, что и Москва, и Крым вернется. Крым – это российская территория. Там живут русские люди. Ты был в Крыму, отец? Факты, какие ты хотел привести. Я тебе говорю... Ты хотел привести. Ты насыпаешь сейчас. Ты сейчас насыпаешь свою болтовню. Слушай, твой отец в канаве лошадь доедает. Так вот, не насыпай разную хрень мне, не насыпай, понимаешь? Давай так. Ты задаешь вопрос, я на него отвечаю. Я задаю вопрос, ты на него отвечаешь. А, все, да? Убежал орк. Культурный орк, блин, да? Нет, это бескультурный орк. Такой вежливый. Утепусечки мои. Обделался сколько раз? Ну, как минимум три. И убежал в результате. Вот это закономерный исход орков. Исход орков, можно назвать этот ролик.